Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение моего ФФА-сериала за ацтеков на восьмерых на карте Фрактал. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Пристрелил мой юнит. Не понял. Почему я убил юнита, а этот стоит? Да не был. У меня лагерь горит. У меня еще синяя какая-то защита есть. Да, синяя у меня тоже есть, но при этом он как бы разочный. Ух ты. Пойдем обратно. А че так? Ну вот, на тебе рыцари. Лучше полезный юнита. Вообще нефти нет даже в... Не то, что у меня, а чтобы где-то увидеть, я ее так и не увидел. Ну, у нас с горга есть. У тебя где-то под районом что ли? Возможно. А, вон у тебя. В Брюсселе вообще. Блин, 7 ходов. Брюсселе. 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 в современные танки что ли нет причем в космопорт иду на автомат поставишь окна плавала и исследовала я уже могу апнуть и в какую-нибудь рим уже расщепление ядра открыл то есть он прям в ядерке идет да кстати а что у нас там с ядерками ну я в том плане правило количество игроков типа 2 и плюс количество игроков сколько вылетела или как то есть здесь пока надо все-таки договариваться ну вот такая идея количество там две штуки можно покидайте плюс количество игроков а как по-другому ну короче рыцаря ваншота это так ты нападай а а а и так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, а если я поставлю юнит в твой этот разграбленный, не будет он защищаться, да? Нет. Алексей, я там текину дружбу по-дружески. Горго, там к тебе куча миссионеров плывет. Вот снизу, в твои города, вот эти Брундизи, Медиалан. Я думаю, пора объявлять войну Периклу и убивать его миссионеров. Перикл, ты лучше вон религию в соседний город принеси. Который Ммбанза на Сунде. Что он хоть там за религия? Храмы, святилища, это фигня. Фигня, золото он получил. Короче, все для него, я так понял, мы нифига себе этого не получаем. Не, ну я получаю все то же самое, что он. Остальное. Да, только как ни странно, его религия только в одном твоем городе. Ну, он даже говорил, что он хочет ее приносить. То есть, ты будешь последним, кто ее получит, да, чтобы уже победить. Точно. Ну, возможно. Я им даже мешать не буду. Он честно, один на один почти. Ну, почти там три арбалечка американских. Он не читается. Со мной сражался. Тут какие-то союзы. Ну, что значит какие-то союзы? Мы с Горго перед этим повоевали. Что-то я не поняла. Что это за обстрелы моей пушечки маленькой? Ну, наконец-то пошел наверняка. Да ладно. Ой, блин. Понакачивал свои вот эти вот. Так интересно. Что поделаешь с вами, когда вы с двух сторон прете? Я использую все возможности. Сразу в фашизм пойду. Мобилизация, а потом в фашизм. Вообще, если честно, я думал, что вы уже давно должны были меня убить. Потому что пошло не так. Ну, что, упарываться прям, типа, терять юниты? Как ты предлагаешь тебя убить? Ну, как Грек сделал. Пришел и умер. Так надо было сделать. Если бы вдвоем вот так пришли и умирали, скорее всего, упрали. Потом потерял немерено все. Вот и у него что-то. Прекрасный план. Ну и зачем нам это делать? Как зачем? Заканчивается война, получается, города вот эти. Не, я думаю, все птицы достались. Триста с чем-нибудь науки точно. А то и только 400. В общем-то, все. А потом приходят другие и убивают меня. Кто? Никто не хочет воевать. Они там сидят, не знают, что они там делают. На что они рассчитывают, тоже не знают. Ну, двигайся. Да, сейчас уже никак. Уже слишком отстали, как бы, надо было что-то делать тогда. А теперь. Не имеет смысла. Не, вот тоже нефти нет. Поэтому я тут сформировал целую дивизию из полевых пушек. Блин, Дим Стигер. Хватит с микрофона, куда ты его там сосовываешь. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru И они тоже развиваются пока в открытом бета-тесте. Но после нового года мне разработчики обещали выкатить глобальное обновление, после которого все игроки смогут оказаться в одном огромном большом космосе. Да и сейчас в игре много всего интересного. Не забудьте заглянуть в console.war.ru Да, надо будет текать сейчас танчиком. Ладно, Конго, предлагаю мир тогда. Ну, давай, донки построим как раз. Сколько я тебе Теряю производство. Цивилизация Греции вынуждена объявить войну Греции. Гражданское послужилось. Да. Ну, я, пожалуй, тоже тогда займусь тут миссионерами. Ну, кстати, если их перебьете, они даже в ваших городах. Да, минус 125 сразу. Он тебе на число наш. Освободился. Осудить еретика. Мне это нравится. А еще звук такой, как будто их сжигают. Ну, в общем-то, привычный длятся. Ну и сердце, конечно, мы прежде достаем. Отправился. коридор. еще одну кавалерию мне надо а Продолжение следует... 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 он просит помощи против меня какого плана конга я предлагаю чтоб ты тоже напал на грека давай вот тебе помощь иконку что я снова он упадает персты не вроде уже давал хлопок ли это повтор какой-то отдавал да ну ладно прямую и 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 Хипостра... Да нет, Грек, мне просто, ну как бы, смысл какой, просто так сидеть, хотя пара городов может что-то даст, ты мне никак не помогал, когда я с двумя людьми воевал, таскал мне себя, нет просто, и то не ко мне. Да, вертолеты, конечно, просто раскладывают тут все, конечно, я не знаю, на самом деле есть ли смысл. Слушай, ну тебя очень фигово слышно, почему-то. Я вообще не понимаю, что говорить. Я говорю, обычно объединяются против сильнейшего, а если почему два сильнейших и слабейших, вообще не понимаю. Нет, 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 два сильнейших против меня объединились, и 20 ходов мне в кошмаре ли. А я-то здесь тоже очень не знаю. Нет, тут не объединяются. Понимаю все, но просто, когда кто-то начинает так под дудку скакать, не знаю, то в прошлый раз просто себя объединились, тут там под дудку скакал, ацтека, значит, она напала. Сейчас ты тоже скачешь под эту дудку. А почему мне не нападать, конечно. Чем ты мне можешь помочь уже в этой игре? Ты отстал от них слишком сильно. А у тебя была армия, и ты мог ударить в спину ацтеку, когда он на меня напал, и все перебить к черту вообще, просадив его по счастью там в ноль. Ты ничего не делал, ты как бы просто миссионера встроил. А сейчас от тебя уже нет никакого пользы в игре. Ты уже никогда ни один юнит не сможешь убить. То есть ты считаешь, что после того, как ты на меня напал, у меня будет желание тебе помогать? Да это уже не важно. Будет желание, не будет. У тебя просто уже не будет возможности в этой игре. А если бы я тебе помог, у меня бы возможность была. Ну, если бы ты тогда, когда на меня вдвоем напали бы участвовал в этой всей войнушке, конечно, возможно, у тебя была бы возможность. Потому что убил бы армию ацтека, а возможно даже забрал Китграда там справа и бешок. А сейчас он как бы пришел к тебе вертолетами и все. Собственно, на этом ты ничего ему не сделаешь. А так я хоть город какой-нибудь заберу, подержу его какое-то время у себя. Хотя на самом деле мне тут тоже уже ничего не следует. А армия мушкитеровано вылитки. Ты не смог форсалу забрать? Один хп оставил. Специально для тебя видим. Ну, я не буду брать. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. река не стык там пошел радоску не забрал да тут афина уже свящим ходом падают а то я сейчас все заберу и все ну а а а а а а а а вы в принципе сейчас можете вдвоем объединиться и напасть на ацтеков чем проблема ну как минимум 10 ходов у меня мир еще не еще 10 пушками против вертолетов то есть вы еще не вышли в лаборатории я не вышел в лабораторию например что это все из-за механики игры опять то есть у тебя города падают на чужой территории с более высоким штрафом к счастью за сражение так понятно что мы должны вдвоем с греком как бы нападают на ацтеков настолько у него вообще редких ресурсов просто сейчас не могу посмотреть у меня плюс 7 бонус если ты про это 8 штук ну да тут ваш шанс мало я просто не знаю зачем вот грек на меня нападал который горка он тогда на меня не напал я может даже догнал более-менее то есть но вообще ты тогда выглядел лидером на самом деле у меня 110 науки было понимаешь если бы если бы я не видел что например что ты лидер ну и себя не посчитал что ты лидер я бы тоже на тебя не нападал я бы дальше воевал с греком пытаюсь у него забрать города да но но я по нему грека было много науки по что он взял города рима в которых было дофига компусов то есть ну как минимум это переварить надо а у тебя вообще просто много науки и по твоему развитию ну и так и у кого лучше забрал ученого на плюс 4 как бы даже думать не надо было на самом деле надо сначала остановить а уже потом почему-то вместе с тобой ну не знаю грека двести сорок три наука меня двести семьдесят шесть ну у него двести сорок ты сейчас на лом пока со мной воевал у него наук меньше двух сотен все это время потому что осталось даже сейчас если кто-то медов демигор вдалеке а грек нибудь убивать моих апостолов и миссионеров то и даже сейчас уже да ладно через сколько ходов но а если грек не будет убивать это очень интересный вариант американец ты будешь радост забирать или мне его забирать религии так выиграть нельзя и религии надо выбирать через войну вместе с военными юнитами ведешь там пророк с миссионеров первых там соседи обращаешь просто так обещаешь бережку интересную полезную а потом туда просто идешь с армией дим стигр ты тут дим стигр сашу радосы к ныр каринф мне брать или ты возьмешь бери а смысл них брать чтобы потом забрать себе объявит он тебе войну он будет получать усталость от войны вряд ли он все твои города не как ну даже если он их захватит у него не часть так но мы висим по ходу так мой агент услышал что конго построил аэродром расскажи мне насколько тут самолеты крутые в моем случае ненасколько я не успею просто выйти на атаками да а какие нормальные последние ну либо последние либо хотя бы вторые но вторые работают против обычных танков а против последних танков только последний я вот у них главная фишка в том что они получают урон пятерки самолеты получали урон к атакуют если не получают по сути у них всегда full хп и уран не открыл все рановато вышел в самолеты на самом деле меня волнует что там грек идет в ядерке он даже в танки не шел тупо в ядерке идет как он не шел в танки если тупо несколько танковых корпусов современные не шоу он дошел до этих танков и все так так как кордызас решил уже не приходить что мы увидим как дикари ацтеки и папуасы конго снимут кожу с белых людей америки перси как тебе такой вариант пытайтесь хотя на самом деле прикол в том что я тоже не знаю что мне тут делать поэтому есть шансы а просто и джо и все вот так вот значит ну да если меня ацтек нападает греку надо как бы что-то делать иначе еще я у ядерки не помогут еще очень сильно по культуре отстаю вообще у меня культуры мало по сравнению с вами что произошло что мы загрузили сейф и у меня нет усталости в городах все-таки баг какой-то был но он явно есть науки 100 культуры как бы когда я выходил вчера был у меня 60 культуры там и где-то 120 науки на самом деле очень жесткий баг чуть ли не сам но мне мне загрузка не помогла вот в тот раз в прошлой игре у меня тоже был этот баг и не помогла я даже попросил специально давайте сделаем за что я не воюю я там 20 ходов не воевал и у меня почему-то все равно очень приличный штраф был я первый ход подольше вспомню я та же самая фигня и тут пытаюсь здесь у меня уран будет такой габка ты спытаешь вспомнить посмотри сделочку какие-то странные баги тут с очередью производства в очереди производства это что уже построено но это из инкью перекочевала я так думал просто взял то что там было и перенес сюда мне очередь производства вообще не нравится в таком виде сделано из нее еще тормозит все постоянно когда ты там спустя там несколько часов игры заходишь город он чуть-чуть подлагивает это но очередь производства тут нужна а не могут нормально сделать потому что фираксис очень странно открывает код то есть не все видно просто людям на самом деле я уже привык без очереди надо вот эту нефть защищать по-хорошему и не знаю почему почему греку не напасть не разграбить мне эту нефть пойду-ка и кстати защитил и и ты и и и и Продолжение следует... 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 Не пойму, а дороги на вертолеты как-то действуют или им пофигу? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... корпус 1495 так давайте построим торговцы здесь грек между прочим в ядерном синтезе удивительно это слышать от тебя который не меньше моего со всеми на этой карте только с одним человеком по своей воле а нет стоп я не воевал вот именно что ты по моему с большим количеством воевал причем вы все мне войну объявили подожди с испанцем ты не по своей войны так а греку переклу который но это так туда да вот вот ну и все два а сколько сколько ты я только тебе объявил а потом к а потом грека вынес с этим с горга я воевал только потому что мне не давал город гусарса я его ну как бы конкретный на него не нападал как считаешь форсалу надо атаковать или сразу же нам бонзаконга нападать я думаю лучше начать не знаю с мегары там лес пороса куда-нибудь туда не до ядерного синтеза ходов 20 ой а сейчас города грека ему не перейдут я блин заключил с ним мир не не вроде у меня остались где там значков нет никаких типа оккупирован нету значков оккупирован значит вот он же обычно надо ну вообще ладно вообще да я можно не это поправили это как бы правильно ничего не поправляли я заключал мир в этой игре с функцией уступить либо вернуть а 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 очень а Продолжение следует... Блин, куда эти вертолеты полетели? А почему ты говоришь Мегару сначала... А, это Мбамба. А, Мегара это у Грека. Жидный поворот. Я что-то решил, что ты про Мбамбу говоришь. Не, ну можно сюда. Ого, так кавалерия даже не ваншотается. Я еще пару ходов поживу. Ну, она жутья армия. Понятно. Все-таки. Вот это урона. Ну, город... Слушай, я твоему рыцарю такой же урон нанес городу. То есть, как ты вертолезу, так я рыцарю. Нормально? Ну да, забавно. Слушай, я твоему рыцарю. Слушай, я твоему рыцарю. people governments need enemies if they do not have a real enemy they will invent one in order to mobilize 103 ну не берется город уже давайте фарсалу хотя бы возьмем не знаю и и и и и и и и вертолет тут долго строится пулевые пушки какая-то жесть я навожу на вертолет и он мне показывает урон в четверть хп сейчас бы из пушек по вертолетам пострелять ну прикинь какие они у тебя мощные так пятый уровень пушка сжившая всю игру что все таки сдираешь курсы аборигенов нет ты посмотри какая армия у конга зайди в демографию посмотри только на 400 мечте у тебя и так много даже 360 нормальный выстрел из пушки такой вертолет да vy да да он нам все надо бы за веру чего ничь купить я думаю Wyoming Ты и я приходим по дороге или рейл. Да ладно, ну что за фаст-клики начались? Специально подошел вот это вот сделать. Не говори. Ладно. Отступаем. Мне тоже нужна... Куда-то вертолет улетает. Ну, улетаем отсюда. Все, не нравится нам у вас. Вы пушками по вертолетам стреляете? Вообще, вменяемые? Ты его видел? Ты с двух выстрелов потерял корпус вертолета. Два выстрела пушки минус корпус вертолета. Все нормально. Ну ладно, будем ждать твои дядерок от Грека. Будем ждать, будем ждать. Что-то мне кажется, что я не знаю. Ну да. Да у вас там вообще увлекательный геймплей. В той части мира. Ну, кстати. Я бы там уже все построил, с чего можно было построить. Биржи, военные академии, лаборатории. Просто делать нечего больше. Я же нуб. Я, кстати, лабораторию строю. Скажите, без ядерок, правильно, термоядерки нет? А, их тут нету. Нет, просто напросто. А термоядерки не настолько далеко, что ждать нам действительно очень долго. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, давайте пока содержание юнитов уберем. Так, давайте пока содержание юнитов уберем. Ну, а создание юнитов появится в... Когда фашизм открою. Спасибо. Вы еще не забывайте, что грек еще может победить религии, а среду этого ходят какие-то. Не, я свои города уже над ними работаю. Грек, если бы притащил религию свою ко мне, когда вдвоем нападали на соков, легче было бы все. Там американец его выносит. Американец его выносит. Последний город остался у грека. Фарсалово вообще дикий город. Два угля, железо. Хоть бы одна клетка, а не, вот, апельсинки обработанные. Не трачу рабочего, вдруг тут где-то уран появится. А у меня рабочего... Я, кстати, намного лучше справляется с разносением религии. У меня вся территория... Загляните на consulwar.ru. А на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что засорели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.